Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок, садоводы, огородники, все те, кто сейчас занят выращиванием рассады. Самое время поговорить о здоровье нашей рассады и предотвратить те базовые, основные проблемы, которые не позволяют нам вырастить здоровую и крепкую рассаду. Одной из таких проблем являются заболевания рассады очень многих растений, и томатов, и перцев, и баклажанов, и различных цветочных растений, проблема падания того, что рассада падает. Многие считают, что это заболевание называется черная ножка, однако причин такой ситуации, когда рассада падает, бывает очень много. Хотя, конечно, надо сказать, что черная ножка является одним из наиболее частых явлений при выращивании рассады в холодных и переуложненных условиях. В то же самое время, хотя черная ножка не является каким-то конкретным заболеванием, вызываемым конкретным патогеном, ее вызывают и грибы, и бактерии, например, из рода Ирвиния, и множество различных бактерий патогенных могут вызывать также этот симптом. При этом вы можете стараться выращивать рассаду в тепле, вдалеке от каких-то перепадов температур, подальше от подоконника, обеспечивать ей хороший свет, а она все равно падает. Связано это с тем, что патогенов, которые вызывают это заболевание, очень много могут вызывать и грибы рода Фузариум, могут вызывать это заболевание и грибы, такие псевдогрибы рода Фитиум, и многие-многие-многие другие патогены, которые приходят в нашу рассаду из почвы. Как бы вы не протравливали свои семена, вы все равно их высеваете впоследствии в почву, и практически не существует никаких способов отстерилизовать почву, за исключением длительного пропаривания или прокаливания. Вот все остальное, марганцовка, перекись водорода, зеленка, там еще йод, какие-то еще танцы с бубнами, такие псевдонародные методы, ни один из них не избавляет почву от этой инфекции. Для того, чтобы предотвратить такие заболевания рассады на ранних стадиях, очень широко используется инкрустация семян, предварительная обработка их различными фунгицидными препаратами. Это может быть и ТМТД, это может быть и Максим, и многие другие. В этом случае, когда мы открываем пакетик с семенами, мы видим, что семена обработаны, они яркие, покрашены специально, чтобы мы не прошли мимо таких семян, не занимались их замачиванием, не занимались их дальнейшим протравливанием и так далее. Однако из-за такого широкого распространения в практике садоводства, огородничества подготовленных, предварительно подготовленных семян, на сцену выходят в первую очередь, в первый ряд, выходят бактериальные патогены, которые вызывают эти же самые симптомы того, что рассада падает, того, что она пережимается у основания, у корневой шейки и в результате гибнет. Синфекция, особенно бактериальная, распространяется по контейнерам, где мы выращиваем рассаду, очень быстро. Буквально сегодня мы заметили одно растение, а завтра, послезавтра уже в этой зоне, уже там целый рядочек и все вокруг уже тоже стало падать. Таким образом можно лишиться большого количества рассады. Конечно же на помощь к нам приходят препараты первой линии, так сказать, то, что мы сразу должны использовать. Это заправка почвы. Ну вот у меня здесь нарощенная триходерма, мною самостоятельно, из препарата триходермин БЛ. Роликов о том, как выращивать триходерму дома у нас очень много. А также имеется целый ряд, целая линейка препаратов, которая хорошо очень защищает рассаду от подобного рода проблем. И, конечно же, на первом месте надо показать такой препарат, как вот такой вот бактоген. Он в первую очередь защищает и от бактериальных, и от грибных инфекций нашу рассаду. Использовать его очень легко. Даже если вы внесли в почву триходерму, ну, до посева ваших семян, до высадки туда рассады, до распикировки куда-то, это же касается всё, если вы пикируете уже в стаканчики, в какие-то контейнеры, это же касается таблеток торфяных, любой вариант выращивания растений может быть подвергнут вот этому заболеванию. Вне зависимости от того, вносили вы триходерму, не вносили вы триходерму, вносили вы что-то ещё биологическое или небиологическое при посеве, вам обязательно надо пролить хотя бы 3-4 раза вашу рассаду раствором в соответствии с инструкцией бактогена 1 к 100. То есть 100 раз разбавляете, это очень экономичный препарат, и проливаете вашу рассаду. Однако даже бывает так, что земля была очень ненадёжной. Может быть, она была взята из каких-то старых теплиц и продана потом в пакетах. Может быть, и по какой-то причине была очень сильно заражена возбудителями вот этого удушения сеянцев, вот этого заболевания, в том числе чёрной ножки. В этом случае можно применять радикальные меры по избавлению от инфекции полностью во всех ваших контейнерах, горшочках, ну там, где вы выращиваете свою рассаду. На помощь приходит замечательный препарат, который можно купить в каждой аптеке. В Беларуси он выпускается под наименованием мукосанин, мукосанин в таком зелёном флакончике. Ну а действующим веществом его является полигексанид или родственные вещества. И под таким же наименованием полигексанид он продаётся в очень многих странах. Это действующее вещество входит в состав многих дезинфектантов для рук, хирургами им пользуются, в медицине, в лечебных учреждениях ими часто пользуются. Когда-то выпускался специально на базе этого действующего вещества средство для защиты растений, которое называлось инкросепт, инкрос, такие дезинфицирующие средства. Но самое лёгкое – это найти вот эти вот препараты в любой ближайшей аптеке. Полигексанид в России и мукосанин в Беларуси. Ну а если нас кто-то смотрит из других стран, то поинтересуйтесь, какие препараты с этим действующим веществом реализуются в аптечной сети, ну или в магазинах, где реализуют средства для дезинфекции. Все препараты, они выпускаются в одной дозе, примерно в одной концентрации. Они безопасны для здоровья, они используются для полоскания, для орошения, для смазывания ран. Они избавляют и от грибковой, и от бактериальной, и даже от вирусной инфекции. Применяется он очень-очень экономно. Нужна всего лишь чайная ложечка, такая чайная ложечка, ну на 250 мл воды. Необходимо разбавить этот препарат в этой дозе. Ну вот я так на глазочек, у меня уже рука опытная, я примерно представляю, сколько мне надо налить. Как следует он растворяется здесь, очень легко растворяется в воде. И аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Из леечки можно с тонким ситечком. Ничего страшного, что попадет на листики, это все нормально, и можно этим же раствором обрабатывать против фитофторы, против кладоспориоза, против многих-многих болезней. Вот это все как следует увлажнить до полного увлажнения земляного кома. Такую процедуру необходимо сделать подряд, то есть полили, высохло, опять полили, высохло, опять трижды. И в этом случае вы можете быть абсолютно уверены, что ваш посев рассады полностью защищен от инфекций, которые возникают в почве. Это очень хороший физиологичный способ. Само по себе действующее вещество этих препаратов является роста стимулятором. Поэтому обязательно, если у вас началось падение рассады, его используйте. Не используйте его в профилактических целях. Почему? Потому что одновременно с опасной микрофлорой оно уничтожает и полезную микрофлору тоже. Поэтому для профилактики используйте препарат бактоген. Если у вас вообще это не является такой серьезной проблемой, вы просто не сталкивались никогда, а теперь побаиваетесь, что можете столкнуться, используйте препараты гулливер или стимул. Они обладают таким легким защитным действием против патогенов и достаточно хорошим стимулирующим эффектом, который позволит ускорить развитие рассады и уйти от уязвимой фазы, молоденькой вот этой фазы, как можно быстрее уйти, чтобы рассада переросла и больше уже не была уязвимой к этим заболеваниям. После того, как вы применили вот этот вот препарат, когда уже увидели симптомы падения рассады, в этом случае, через неделю после последнего пролива вам обязательно нужно внести конкурирующую микрофлору. Вы можете внести триходерму, пролить. Вы можете внести любой из вот этих вот препаратов, пролить им как следует, для того, чтобы там не завелась патогенная микрофлора, не получила преимущество, а получила преимущество та микрофлора, которая впоследствии будет защищать от следующих каскадов волн болезней. Это и фузариозное увядание, это и верцителез, и многие другие инфекции, которые приходят внутрь рассады и живут там долгое время бессимптомно при пересадке, при повреждении корней. Поэтому вот эта конкурирующая микрофлора там обязательно должна быть. Итак, для профилактики используйте любые из этих препаратов для лечения используйте мукосанин или вот этот полигексанид, если он продается под таким наименованием в вашей аптечной сети. После использования этого препарата через неделю обязательно внесите конкурентные препараты триходерму, сеную палочку или ценные псевдомонады. Что ж, я надеюсь, что вы избежите этой проблемы, вырастите хорошую, крепкую, мощную рассаду, ну а флакончик этого средства у вас всегда будет под рукой. Будь то смазать царапку, в которую тем более земля попала, какую-то занозу, или же сделать раствор и быстренько обработать свои растения буквально на лету, если вы на них обнаружили какую-то проблему, как по листу, так и под корень. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok